Дорогие друзья! Дорогие друзья! Что происходит в семейной жизни у наших гостей? Что может быть у вас будет происходить? Как найти свое призвание? Эти вопросы мы задаем молодым людям, молодой семье Леонида Ирушаны Ким. Леонид является пастором церкви, которая называется «Сила Евангелия» здесь, в Санкт-Петербурге. Очень креативная, очень творческая, динамичная церковь. Наверное, она отражает и характер Божий, и характер пастырей, которые сегодня у нас в гостях. И они поделятся очень искренне и откровенно о том, что происходит у них в жизни. И наш самый первый вопрос, мне кажется, он ключевой для вашей жизни. Как вы нашли своего спасителя, своего создателя? Как он вас нашел? Что изменилось в вашей жизни? Чем это стало для вас? Рушана, поделитесь, пожалуйста. Ну, вообще, я родилась в мусульманской семье, и у меня с детства был интерес. Интерес к создателю, интерес к молитвам, к традициям. И наоборот, даже меня все время сдерживали. Бабушка говорила, что это только для взрослых. Вот, но я очень часто обращалась к Богу, потому что были и в семье трудности, которые я видела, как переживают трудности в отношениях моей родители. Я всегда обращалась к Богу, потому что не знала, к кому еще обратиться. Как, наверное, ребенок, который желает, чтобы у родителей все было хорошо. Я всегда молилась к Богу. И потом уже, когда я повзрослела, я очень много искала, много ответов искала, много вопросов было, особенно, какое мое предназначение. То есть я училась на филфаке, на филологическом факультете. Мы читали очень много произведений, глубоких произведений. И там зачастую поднимался этот философский вопрос, в чем смысл жизни человека. И различные авторы по-разному это все раскрывали. И однажды это очень сильно меня коснулось. Интересно, какие авторы именно тебя коснулись? Потому что Достоевский, он как раз прям целую такую фишку русской литературы создал. Ну, знаете, наверное, я скажу, я не знаю, как это оценят зрители, но я очень любила зарубежную литературу, именно произведение Данте, божественная комедия. Как раз там поднимался вопрос Адама и Евы. И я, ну, у меня было такое противоречивое мнение, вопрос, почему мы из Адама и Евы страдаем. Я тогда вышла на балкон, мы жили на восьмом этаже, это была уже ночь. И я задавала вопрос Богу, Бог, я хочу, чтобы моя жизнь была особенной, я хочу что-то сделать такое, чтобы это помогло людям, и причем большому количеству. Я хочу, чтобы моя жизнь имела какое-то предназначение. Потому что я видела, как, я сама из маленького города, я видела, как живут большинство людей, это колея, школа, институт, обязательно надо выйти замуж, обязательно много детей, и детей мы должны определить в хорошую школу, в хороший институт и так далее. А в чем конкретный смысл, что я должна сделать? Вот я напрочь не соглашалась вот с таким сценарием жизни, и этот поиск меня однажды привел к тому, что, когда мне рассказали о Христе, моя подруга, там же в городе родной, да, это все происходило? Да, мы учились в одном классе, и она, то есть она не была верующей еще тогда. Мы, получается, разделились, мы в школе учились вместе, я пошла в один институт, она в другой институт, и как-то мы с ней встретились. И вот меня мама предупредила заранее, вообще это, конечно, очень длинная история, я так кратко пробегаюсь, мама предупредила, ее же мама предупредила, что она попала в секту, ты, если что, ее вытащи оттуда, сходите с ней в православную церковь, там и так далее. Вот, и я пошла с ней, помню, как раз на служение посмотреть, вытащить подругу, спасти ее, посмотреть, что же там такое происходит. Вот, а в итоге я услышала слово, которое меня коснулось, то есть это были, там были ключевые моменты, я уже не помню подробностей, но помню, что я такие же вопросы задавала, такие же смыслы я слышала в этом слове, вот на какие, да, я искала ответы, и поняла, что это что-то такое, наверное, что должно быть в моей жизни. И когда мне предложили принять Христа, то есть меня рассказали... Там уже на собрании? Ну, это, правда, произошло после уже, я сама пришла на собрание, то есть был какой-то период, я обдумывала этот момент, вот, потом сама позвонила, сказала, куда мне прийти, я хочу еще раз послушать. Вот, тогда мне рассказали о Христе, спросили, хочешь ли ты принять его в свою жизнь, я сказала, да, я хочу, и внутри я сказала, может быть, это ты тот, кого я искала все это время, и так и произошло, я пережила, ну, такое, действительно, что-то духовное, переживание было сверхъестественное, и я точно поняла, что это тот, кого я искала, причем ближе всего, хотя мой муж сказал, что это очень странно, но ближе всего я, ну, с точки зрения, как я восприняла Бога, как отца, в первую очередь, наверное, я так подумала, наверное, потому что у нас, у мусульман, ну, да, Бог, это Аллах, как... Всевышний. Да, как Всевышний. Да. У него, ну, как бы, нету, да, личного отношения к тебе. Да, 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 то есть, и поэтому я думаю, что, прежде всего, как отца, да, я восприняла его, да, потом я уже узнала, как Христа, как человек, ну, как личность, который привнес в этот мир самое главное для нас, и причем именно с этого момента я поняла, что я на том месте, я в правильном месте, что-то Бог приготовил в моей жизни, но вот в тот момент я еще не получила призвание, но я знала, что... Ты на правильном пути, да? Да, на правильном пути. Как интересно, замечательная история. Как твои родные отнеслись к твоему такому переходу? Очень было мощно. Ну, то есть, там были запреты, там очень все было жестко. Отвернулись от меня друзья, близкие люди, с которыми в тот момент я общалась, то есть, они категорически восприняли, что я поменяла веру, то есть, непонятно, куда я попала. Из-за их общества и... Да, ну, причем еще в нашем городе, я в Ашкире родилась, там протестантские церкви, евангельские церкви, они входят в категорию сектанства, то есть, тогда... Отношение к ним, в общем-то, как нет, то есть, они были готовы, чтобы я пошла в православную церковь, но не понимали, что такое протестантская церковь. Понятно. Спасибо большое. Леонид, твоя очередь. Ну, на самом деле, история очень интересная, наверное, как в кино, до сих пор для меня даже. Вот. Ну, я рос в христианской семье, крестьянской, не христианской, а крестьянской семье. Вот. Отец у меня был атеистом, у мать у меня была таким, довольно-таки, религиозным человеком, который постоянно искал, ну, начиная от гадалок, там, заканчивая экстрасенсами, вот, молением на луну, там, с головой свинюшки и так далее. Со всеми сопутствующими колдовскими языческими обрядами, да? Да, 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 да. Ну, а я, как бы, рос, да, в крестьянской семье, где были, так сказать, классические проблемы с финансами, там, сложности. И каждый раз, когда я сталкивался с этими проблемами уже с самого детства, я думал, я убегал куда-то далеко, на поле, и задумывался вообще, в чем смысл жизни, и вообще, для чего живем. Кажется, мы в чем-то похожи, да? Да, может быть. Вот. И выл, как говорится, на луну и думал, вообще, почему так происходит и так далее. Вот. Это такой первый порыв. Ну, как бы, а как это все началось? Мы стояли в таком немножко полупьяном дурмане и пытались зайти к девушке на день рождения, она нас не пускала. А сколько тебе было лет? Ну, это было где-то в девятом-десятом тире классе. То есть тебе было лет шестнадцать примерно? Ну, где-то с пятнадцати там и так далее. Вот. И она нас не хотела пускать. И тут вот в десять часов вечера подходит к нам девушка, так интересно, мы так странно на нее посмотрели, говорит, здравствуйте, ребята, Бог вас любит. Для нас это было очень странно, ну, и для меня, по крайней мере. Но она так уверенно подошла, взяла нас так за руку, поздоровалась и так искренне сказала, Бог тебя любит. И вот эта фраза, она меня коснулась. Ну, как бы, несмотря на то, что это было так, ну, все, банально, обстановка была просто никакая. Вот. И она говорит, приезжай в церковь, там, это будет очень круто, здорово. Это была не та девушка, к которой вы стучались, это как бы вот какая-то знакомая, которая проходила мимо. Да, да, они как раз в домашнее услужение ехали, вот. Она не распознала ваше состояние, такое немножко неадекватное? Нет, но мы на самом деле не были прям вдребезги пьяными, но вот в таком немножко. Мне просто интересно, на самом деле, спасибо, Леонид, потому что для кого-то это может быть нонсенсом, что ребята там с 15-16 лет уже как-то вот находятся. Ага, и вот в тот момент мне очень сильно захотелось поехать в церковь, потому что я почувствовала любовь, и причем это было так искренне и честно, потому что, ну, в мире как-то это сложно встретить. И я первый шаг сделал, ну, в церковь с племянником. Ну, на самом деле, я это сделал очень скрытно от всех друзей, потому что я знал, что они меня засмеют, потому что все было по понятиям, уличным там и так далее. И с племянником поехали в церковь. Ну, мне очень понравилось. Я ожидал, конечно, там пастора, священника с бородой, там, с жезлом, там и так далее. Для меня это был первый опыт. А увидел тебя. А я увидел там такого симпатичного молодого человека с Библией, с галстуком, в пиджаке такое. Вот, это мне очень понравилось. И он что-то говорил, и очень интересно и понятно о том, кто такой Иисус Христос, там, и так далее. Но меня это так сильно не волновало, когда на сцену вышел хор из 40 девушек, молодых девушек. Так милые. И в тот момент, в тот момент, ну, как бы... Ты понесла, ты в правильном месте. Да, мы, да, нам было интереснее там, что происходит, а не то, что говорит проповедник. Ну, в общем, ну, самое тяжелое, наверное, было то, что меня подняли перед аудиторией около 300 человек и стали мне все хлопать. Потому что это был первый новый опыт, который пришел. Да, да, первый приход, это было приветствие. И это меня так смутило. Я после этого думал, ехать туда еще раз или нет. Вот, но, по крайней мере, это был один раз, потом второй раз, третий раз. Но до меня, в общем-то, и не доходило. Я продолжал посещать дискотеки на то время. Вот. И вот такой интересный случай произошел, который перерывал мою жизнь. Я очередной раз поехал на дискотеку. Мне как раз сестра купила очень классные там вещи, там, ривок, одидас, кроссовки, куртка. Я занимался хип-хопом, ну, и был спортсменом. И мы поехали в один интересный диско-клуб. И, в общем, там, где отдыхали самые такие элитные, так сказать, люди города. И когда мы туда приехали, я как раз только-только был тренд хип-хопа. Я как раз там изучил это все и начал там танцевать и так далее. Но произошло так, что местным это не понравилось. И они решили меня, ну, в общем-то, подставить. И около 20 человек, от 15 до 20 человек остановились в дискотеку. И начали меня, в общем-то, вытаскивать с помещения для того, чтобы со мной, в общем, поговорить на улице. А поговорить это обязательно, как бы, рукоприкладством должно было закончить? Да, да. И меня тащили за волосы, там, за шкирку. Вся дискотека на меня смотрела. Мне было дико неудобно перед всеми. Все мои понты закончились. Меня тащили как акцию на заклане за этот клуб диско. Я в этот момент что-то начал понимать. И где-то в сердце, не то чтобы я умел молиться, я просто сказал, господи, я понимаю, что я вообще делаю что-то не так. Я ходил в церковь. Вот. И если я понимаю, что я заслужил, даже если сейчас что-то произойдет, меня там побьют, там, я не знаю, что со мной сделают. Я, как бы, приму это как достойно. Вот. Но я буду сопротивляться. Как заслуженное. Да, да. Вот. Но если ты, это все в мыслях, представляете, они меня ведут, а я в мыслях думаю. Но если ты мне поможешь избавиться от этих ситуаций, и я выйду отсюда чистым, как бы, и меня никто не тронет, то я обещаю, что я, как бы, начинаю новую жизнь. Я не знаю почему, но я так сказал. И тут такой момент, все друзья меня покинули, как всегда. Они побежали за помощью, я остался один. Меня ведут около 10 человек в задний двор. И вот такой момент. Я весь в белом, и парень, который затеял все это, он ко мне подходит. Я стою и думаю, ну, я буду давать отпор, но что будет, то будет. Я уже приготовился. Он ко мне подходит и говорит, слушай, закурить не найдется. Я такой говорю, ну, я спортом занимаюсь, я, как бы, не курю. Я говорю, а что случилось? А он говорит, ну, тут разборки, говорит, один какой-то борзый приехал, говорит, и нам весь вечер испортил. Мы хотим с ним как-то разобраться. Ну, я такой догадался, о ком идет речь. И стою, думаю, ну, что мне ответить на это? И говорю, ну, ладно, ищите. И был такой прикол, то, что я был в таком небольшом шоке, потому что я не понимал. Он только-только затеял всю эту драку со мной. И тут он меня вообще практически не узнает и не видит. Хотя я весь в белом был. Вот, и представляете такую картину, я стою посерединке, как бы, вот, заднего двора, они все около меня ходят. Ну, и тогда популярны были обрезы, вот, дедушкины, они там резали эти дулы, там, приклады, делали самопальные такие, ну, патроны. И вот они, представляете, я эту картину вижу, я стою посреди них, они ходят по кустам, они ищут меня, а найти меня не могут. Ну, там... Они вооружены вот этими самодельными обрезами. Да, да. И когда я это все увидел, я стоял просто вот замерзший, где-то, наверное, минут 5-10. И я думал, что делать-то? И вроде бы не шевельнуться, потому что если шевельнешь, то могут забить. Привлечешь внимание. Да. И стоял, думал, что делать-то? А потом раз, просто спокойно пошел, куртку взял и начинаю ходить. Начинаю ходить. Они там ругаются, матерятся, ищут меня. А я иду и думаю, слава богу, что вот все это меня миновало. И такой крик сзади. Эй, иди сюда! Я такой думаю, все. Нашли. Засекли, да. Я думаю, что делать? А потом кричит. Ну, короче, если ты его увидишь, скажи, так и передай, что мы его найдем, мы его ищем. И я такой говорю, ну ладно, хорошо, я ему передам. И вот я иду домой, и тут такая шальная мысль. Сейчас я мальчиков всех соберу, машину загрузим и приедем сюда, разберемся со всеми вами. И тут совесть мне говорит, слушай, ты же обещал, ну, как бы завязать с этим делом. Я прихожу домой, как раз это было у бабушки, и там мой дядя был. И дядя такой в попыхах забегает, а он у меня физруком в школе работал. Он говорит, ты что наделал? Я говорю, а что я наделал? Он говорит, тебя, ну, ищут. А кто ищет? Ну, эти ребята, они известные ребята там. И они, говорит, ищут тебя по всему колхозу и хотят с тобой разобраться. И говорит, ты вообще не высовывайся. Ну, ладно. Это была суббота, и в воскресенье я приезжаю в церковь, и я, ну, как бы по обещанию Богу, я приезжаю в церковь. И это был такой приход, вообще не похожий на все остальные. Я просто зашел в церковь, и когда я зашел в церковь, как раз там была подготовка, служение. В моем сердце, как бы, был такой, я не знаю, то ли голос, то ли, я не знаю, какой-то вот момент, где я услышал такие слова. Каким бы ты грешным ни был, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя прощаю. И мне как-то это так сильно задело. И я, представляете, там обычное служение, да, там люди готовятся. Я иду по залу, подхожу прямо вот к сцене, и там ступенечки, я сажусь на колени, рухаюсь туда просто на колени, у меня слезы, и я не встаю. И все служение, пока там проходило прославление, молитва, проповедь, я сидел там. И когда там ребята хотели поднять, пастор догадался, он говорит, ну, не трогайте, пусть он как бы. И вот это было мое серьезное покаяние, когда Бог коснулся настолько сильно, что, ну, как бы, у меня такое было мощное покаяние, что я все служение просто проревел. Я сам не понял из-за чего, но я понял то, что Бог меня простил. И именно с того момента началась, как бы, такая новая жизнь, да, решения определенные и так далее. Потом, через какое-то, спустя время, опять же, какие-то сомнения, сложности там, и тут выпускной вечер у нас, и тут Леня зажигалка, давай, ты диджей, давай нас зажги, протанцуем, мы там хорошо проведем время. А как раз родителей дома не было. Я пришел и думал, нет, я должен хранить себя в чистоте и так далее. А потом я думал, нет, я все-таки пойду им что-нибудь скажу, там, хорошее, приятное. Но когда я пришел, короче, я увлекся всем этим гулянием, и опять там все зажигали, танцевали, развлекались. И иду домой вечером уже после всего этого, выпускной же все-таки. А иду, и у меня опять вот, ну, Бог в сердце говорит, ну, я же тебя простил. Ну, как бы, а ты опять туда влазишь, ну, как ты же мне обещал. Когда я пришел домой, у меня было такое состояние, я сказал, Бог, если ты реально есть, если ты настолько реален, я хочу с тобой встретиться, и я хочу тебя познать, я хочу вообще познать тебя раз и на всю жизнь. Я как раз был в гостиной, я сел на колени, дома никого не было. И когда я стал молиться, просто обращаясь к Богу, меня очень сильно так потрясло внутреннее покаяние. И я плачу, я понимаю, что я вижу вот этот свет яркий. Не знаю, как это объяснить для зрителей, как они это поймут, но это был свет не такой вот, как зрительный. Вот лампочки, да. Да, и я просто увидел себя еще со стороны. Как я стою на коленях с закрытыми глазами, я держу вот так вот лицо, ну, ладошками закрыл глаза, плачу, я вижу как будто себя со стороны. И как будто из этого белого света, как бы, выходит образ, определенный образ, и он меня садится со мной рядом и обнимает. И говорит, я тебя простил, больше так не делай. И я проснулся утром уже, как бы, лежа вот на полу, в соплях, в слезах засохших, вот, извиняюсь. Вот, и это был тот момент, когда я впервые почувствовал запах даже весны, я почувствовал солнечные лучи. Это было такое обновление, как бы. Как будто пелена в глаз спала. Да, я почувствовал природу, вот, до этого я вообще этого не чувствовал всего, я просто жил. Живя на природе, живя вот в таких сельских условиях, да. Да, да. И вот с того момента пришло такое обновление, и мой путь начался. Это было где-то 94-й год, 94-го перехода на 95-й. 9-й, 10-й класс, буквально вот год с небольшим, ты шел к Богу, пришел и пережил обновление вот уже практически сразу с выпуском, да? Да, да, да. И это был период где-то 16-17 лет, вот, как раз к зрелому возрасту, да. Это вот такой был момент, который я пережил. Который изменил действительно твою жизнь. Я бы сказал, он не то, чтобы изменил, он и вообще перевернул, потому что до этого, ну, было совсем все по-другому. Меня даже после того, как Бог изменил мою жизнь, меня классная руководительница увидела на улице. Я приехал в церкви, в церкви там служил, я приехал такой весь в пиджаке, в галстуке, с чемоданчиком. Она меня увидела, схватила за лицо и плачет. И говорит, Леня, это ты? Я говорю, да, это я. Она говорит, я тебя вообще не узнаю. Просто ты для меня, говорит, это чудо просто. И говорит, ну, я и начал говорить о Боге, как изменилась моя жизнь. Она говорит, если ты откроешь здесь церковь в нашем городе, я буду первой прихожанкой. Это чудесное свидетельство. Да, да, это было, ну, удивительно, потому что и мои родители, мои родные, они все это увидели. Некоторые отреагировали на то, что я стал каким-то ненормальным фанатиком там и так далее. Но жизнь очень круто изменилась. Ну, и до сих пор она меняется. И до сих пор это все удивляет. Потому что я был в крестьянской семье, где говорить о высшем образовании было, ну, как-то неприлично. Потому что у нас не было ни одного человека, ну, как сказать, среди родственников, который бы заканчивал. У нас все идут на поля работать. И мне тоже говорят, ну, давай, Леня, сейчас выучишься и пойдешь работать. Деньги зарабатывать на рынке, на полях. А я не хотел. А я все мечтал. Мечтал о какой-то дворянской жизни и так далее. О другой жизни. Да, меня это не устраивало. Вот. Но действительно мы работали очень серьезно. Родители очень серьезно работали, чтобы нас прокормить. И меня это не нравилось. А сколько у вас было и где это происходило все? Это в Средней Азии, Ташкентская область. Узбекистан. Узбекистан, да. И нас было трое в семье. Отец, мать и трое детей. Две старшие сестры у меня. Вот. Они каждый сезон уезжали на заработки. Они жили прям по 9 месяцев на полях. Строили себе там временные домики и обрабатывали там по 3-4 гектара земли. Мы иногда туда ездили помогать. Кстати, я настолько не любил там работать, что даже специально заболел, чтобы не выходить на работу. Съел там что-то нехорошее вообще. Предпочел отравиться, чем работать. Да, да, да. Отец говорит, ну ты даешь. Но он мне сказал такую вещь. Он говорит, если ты хочешь жить по-другому, тебе надо тогда учиться. Это я на всю жизнь запомнил. Я просто подумал, да, мне надо действительно учиться. И вот после того, как я покаялся, началась новая жизнь. И я приехал в Санкт-Петербург. Ну, еще до этого там долгая история была. Но на данный момент я на самом деле очень благодарен Богу за то, что вот действительно он настолько реальный, настолько живой. Настолько это огромное благословение и привилегия быть верующим человеком. Даже не только потому, что он ответил на какие-то мои вещи, которые там курил или там гулял или еще что-то. Личные какие-то. Это вообще несравнимо с тем, что ты приобретаешь. А приобретаешь именно то, что ты действительно начинаешь осознавать свой потенциал, свои возможности. Ты начинаешь раскрывать их. Потому что... И тобой весь мир вообще открывает. Да, это было просто. Когда я сидел на проповеди, мне пастор говорил о том, что ты будешь главой, а не хвостом. Вот в бытие, да, когда он обращается к Аврааму. Мое сознание, оно реально трансформировалось. Я просто не представлял, я думал, мир, но это же не для нас, как бы. Мы живем такой, знаете, жизнью крота. Очень муская, да. Да, и ну как бы... И когда ты слушаешь о том... Я, вы знаете, даже когда молитва, осознание молитвы, то есть Бог говорит, я Бог, я всемогущий. И для меня это было прямо мурашки по коже. Это то, что ты можешь молиться Богу, который сотворил весь этот мир. Он держит всю вселенную. И ты вот эта маленькая-маленькая-маленькая козюлька вот в этой вселенной. Ты можешь обратиться к нему, и он может реально делать что-то. И вот я приехал... Ну, до этого еще большая история, но вот я кратко. Приехал в Санкт-Петербург, когда и моя мечта была учиться. Я хотел получить самое лучшее образование в богословии. Самое лучшее. И Фуллер, американская школа, это была моя мечта, потому что мой пастор много о ней рассказывал. Он был, кстати, американец корейского происхождения. Вот. И это была моя мечта. Когда я приехал в Петербург и попал в филиал Фуллеровской академии и услышал там лекции и доклады, я вышел и сказал, наверное, я никогда в жизни не смогу там учиться, потому что я не понимаю ни одного слова, короче, этого доклада. Мне было так стыдно, потому что я даже по-русски говорить толком не мог. Ну, как бы с Узбекистана у нас там все намешано. Но все-таки я хотел. Я говорю, я хочу. У меня ни денег не было, ничего. И тогда один пастор меня поддержал и говорит, давай я тебе заплачу за первый семестр, а дальше ты сам. Как можешь, как хочешь. И я с радостью пришел туда, я не вылазил из библиотеки. Я просто днем и ночью учился. Первый семестр я закончил на одни пятерки. Вот, и сегодня, как бы, пройдя вот этот весь опыт, я получил 4 диплома, 2 американских диплома и 2 российских диплома. Получил ученую степень и даже порой сидишь и не верится. Что это ты? Да, и причем этот потенциал, он не заканчивается. Ты расскажешь об этом, когда будешь отвечать на наш третий вопрос. Друзья, программа получается интересной, поэтому мы решили разделить ее на две части. Смотрите, пожалуйста, продолжение интересного разговора, как жизнь человека меняется вместе с Богом. Я уверена, вы подчеркнете много важных, интересных и увлекательных истин, ответов в этой программе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!